Всем привет! Сегодня у нас последний день. Выселение уже произошло. 12 часов. Выселение 12 часов. Мы проснулись, поели, поплавали в море, поплавали в бассейн. Попрыгали с горок. Искупались, выселились. Теперь вот сидим, пьем. Браслеты остались. Мы могли себе оставить, взять полотенце. Короче, когда мы приехали, нам дали карточки, которые относятся к нашему номеру. За них мы берем полотенце. Мы могли взять теперь карточки отдать, полотенце отдать и залог взять полотенце. Кажется 5 евро. Но мы решили уже. Но уже плавать не хочется. Да. Уже накопались. В общем, до 6 мы здесь. Будем пить коктейльчики, гулять на территории, сидеть в интернете и что-то еще можно. Короче, кушать можно. Пора бороться. Пойдем валяться на шезлонгах. И в 6 часов за нами приедет. В 6 на 5 часов за нами приедет транспорт. И отвезет нас уже за работу. Ну а пока... В чайник, конечно. В чайник? Да. Это одиннадцатый день. 10 ночей, 11 дней. Получилось. Очень мало. Я отдыхала, если нет, прикольно. Конечно, уже в планах идут следующие отдыхи. Как ты себя чувствуешь? Спасибо. Прекрасно. С кого бы, если нет? Вместе? Вместе? Я выздоровел. Теплый морской воздух. Теплая морская вода. Все отлично. Через нас морской еще осталось. Вот, Саша убежден, что я включила камеру для того, чтобы сфоткать еду и выложить ее в Инстаграм. Но нет, я ее не фоткаю, а снимаю и выкладываю в Ютуб. Короче. Это лучше. Напомню вам, что мы уже выселились. И сейчас время обеда. Что-то я не могу. Вот. Если вам видно, ничего вам не видно. Короче, половина второго. Никого не удивлю, если я скажу, что обедать мы не хотим. Вот наш обед сегодняшний. По крайней мере, сейчас мы решили перекусить арбузиками и персиками. Чуть попозже. Так как мы уже М6, мы решили пойти в снэк-бар потом и покушать перед отъездом. Простой. Вот, его можно использовать. Вот и ваше в горизонтаж. Вот и ваше вовсе. Соборянули гелами, а его насилия. И есть, вы, возможно, в отсутствие, которые выделили в снэк-бар. И, возможно, в сайте людей. Ага, Гомас, леща. И, может, это было не все. Собор-инга – очень вкусные обитания. Покушали, поспали даже. Я поспал. Покупались, покушали мороженое, попили кофе, попили кучу коктейлей, партий, короче. Мы идем маршрутки, теперь аэропорт. Это не маска, это солнце. Садящийся. Так вот, он должен был приехать за нами в 18.05, но он приехал на 10.00, но он приехал, все нормально будет. Короче, едем назад. Вот и закончился наш отпуск. Еще так же. Ну, это закончился наш отпуск. Смотрите, здесь знак стоп обозначает дур. Мы заехали за очередными отдыхающими. На улице уже потемнело, мы уже встретили даже закат в дороге, мало того, мы его увидели на море. Как заходило солнце в море, отражалось с ним. Потом за горы ушло. Выходит, водитель встречает, ну, он идет за каждым отдыхающим по списку, берет его чемодан и привозит, сам ставит свою, короче, в трансфер с этой, да, в автобусе. У нас еще вроде 2-3 места, так что я думаю, что это последний, за кем мы доехали. Вот время 19.01. А выезд, то есть вылет у нас 23 из чем-то, 23 из чем-то, 23 из чем-то, короче, у нас еще куча времени. Сколько у нас пока? Полтора часа езды. Полтора часа езды. Если никуда не доезжать, я знаю, хорошо. Короче, у нас целая куча времени. Мы катаемся, пока не стемнеет, мы еще что-то видим. Мне даже очень интересно. Мы сделали остановку где-то за городком Сиде, но еще не доезжая до Анталии, конечно же, потому что Анталия наш конечный пункт. Нам еще час езды, мы уже час проехали, еще час ехать. Нам остановили возле какого-то супермаркета, тут есть всякие шаурмы, кебабы. Короче, что-то поесть, попить и даже есть где посидеть. Вот тут посидеть можно, и вот там внутри ходить в туалет. И есть какой-то маркет с ценами вообще. То есть понятно, что тут останавливаются автобусы. Ну тут и видно, конечно, какие автобусы знают. Потому что цены такие вообще нереальные. Да, непуманные. Дороже, чем в Германии. Хотя это Турция, здесь должно быть дешевлеще. Ну, короче, видно, что место ориентировано на таких, как мы, которые просто по туристам. По дороге домой что-то еще зацепят, какие-нибудь сувениры, и подумают, что это классно, и вообще это в Турции надо купить сюда. Мы приехали в аэропорт. В тот же, в который мы прилетели. В тот же, с которого нас забрал трансфер. Сейчас пойдем регистрироваться на рейс. Ну вот, мы уже стоим в очереди на регистрацию на рейс. Аэропорт довольно большой. Вот туда он, в общем, ходит. Посмотрите, сколько там вылетающих получается на этом табло. Народу много. Все еще в аэропорту Ангай прошли все их контроли. Это ужасно. Они просто помешанные на безопасности. Два раза досматривали, проверяли все. А? Мне кажется, нужно несколько контролей. Нет, но обысков два, и проверок суммы. Действительно, что в туши? Не думаю, как ужасно. Короче, ужас. В очереди пока мы расстояли. Они так долго все делают, это просто ужасно. И в итоге, мы, оказывается, еще и приехали, последние из всего нашего самолета. И нам еще и достались разные места. Это вообще ужасно. Да. Верх безобразие. Короче, турки сошли с ума. Посмотрите. Кола. Маленькая бутылочка. Четыре евро. Четыре евро. Даже в аэропорту Нюнберга. Такая кола стоит 2,80. Турки просто отринели. В любом магазине это стоит вообще-то до 1 евро. Пиво 8 евро. Это капец. Ну что? Мне кажется, даже в Дубае и дешевле. Да. Разочаровывает меня тут все. А вот наш гейт. И они очень жадные на места, потому что тут негде сидеть даже. Все занято. Место, во-первых, практически неочнок, посидеть. Так мы даже не успели посидеть. Написано на экране, что ворота открыты. Надо было сходиться на самолет. Все забылись в очередь и никого не пускают. Да, очередь получилась огромная. И все просто стоят. Входу ворота еще не открыты. Ничего не происходит. Люди стоят. А у нас еще ручная кладь. Оставляет два ноутбука. Мы обязательно еще раз купим. Чемоданчик для ручной клади на колесе. И не будем делать никаких губерсов. И будем делать планшет. Что тут? Нет Wi-Fi. Нет, он есть, но он нет. Он с паролем. С паролем и за деньги. Короче, очень недружелюбный номер. В Мюнберге Wi-Fi есть. Бесплатно. В аэропорту Мемену Wi-Fi есть. Бесплатно. Что? Что не сплошь? Пролечали. Спустя три часа полета мы убили друг друга. Потрогали. Теперь ждем на ленте свой чемодан. Какая-то его вижу. Нет. Не будем. Ну, там. Короче, сколько у нас времени сейчас? А, кстати, у тебя показывает наше время. Да, это что, не включила антенну? Не, вообще. 2.15. 2.15. Что здесь? На метро нам не добраться, по-моему. Посмотрим, что мы будем делать. Ну, понятно. Время, 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 время. Всем доброе утро. Доброе утро, ребята. Мы уже дома. Да, мы проснулись уже у себя дома. Домой мы добрались 3, наверное. Короче, мы приехали, прибыли в аэропорт. К 3 где-то. К 3 по часам. Нюнбергским. Нюнбергским, да. И поэтому пока так тихо, пока то-сё. Пока приехали домой, погляли спать. Было около 4. Проснулись сегодня в 11. Конечно, чуток поломанные. Но уже гораздо лучше нам, чем вчера, после полёта. Мы улетали, было 30 градусов. Было они. А здесь? 14 уже там. А тут 14 сейчас. Посмотрите, что творится. Если слышите, идёт дождь. А ещё нам удивительно. Рабочий день, понедельник. И почти вся парковка занята. Посмотрите, где эти люди. Или они в дождь пошли на работу пешком. Или они маринуют машины здесь. Зачем так? Вот так вот. А сейчас у нас рабочий понедельник. Но мы сегодня дома. Сейчас покушаем. Пойдем. Купим что-то, чтобы дома было. А то так нас спасает то, что в морозилке осталось. Больше ничего нету. Даже хлеба нет. Мы вчера приехали с моря. Мы заказывали... А, и нам пришло уведомление о том, что нам пришла какая-то посылка. А вообще наш морской отдых мы заказывали онлайн через одну фирму. Называется Check Film 20. И вот мы думаем, что нам пришло. Мы ничего не заказывали. О ней нам пришло. Прислали что-то. И начиная филизака. Нальфа. То есть мы говорим вам спасибо. Интересно. Ну на ощупь вот, наверное, полотенце. Сейчас откроем, посмотрим. Это полотенце. О, еще какое-то письмо. С надписью. Вот полотенце. Как они написали пляжное полотенце. С надписью Check Film 20. Ну, то есть. Check 24. Тот сад, которым мы воспользовались и заказали себе эту покупку. То есть поездку. Feeling Dankun. Feel Spass. Мудлау. Пожелали они уже в конце. Очень сладко. Короче. Я не знаю, зачем они это прислали так поздно. Или мы просто... Может, долго шло? Может, долго шло. Потому что они тут нам написали, где мы отдыхаем. Какой город. Когда мы туда летим. Когда летим обратно. Какая у нас тема. Эта комната. И какой у нас порядок. То есть он плюсик в плюс. Ну и так. Ну и так. Ну и так.